Аэропорт Емельянова. Утро. Толпы пассажиров, встречающие их таксисты. На первый взгляд, ничего необычного, если не знать, что за последние несколько лет аэропорт фигурировал в материалах СМИ больше как полигон для разборок между водителями. В аэропорту Емельянова разворачивается настоящая война. Красноярка, пытающаяся бороться с беспределом таксистов в аэропорту Емельянова, они просят обратить внимание на криминальную обстановку, которая сложилась в аэропорту Емельянова. Угрозами в адрес городских водителей такси займутся в полиции. Водители красноярских таксофирм утверждают, группа людей буквально оккупировала аэропорт. С клиентов берут по максимуму около полутора тысяч. Другие водители соглашаются за меньшую стоимость. Поэтому едва ли не у каждого таксиста в Красноярске есть своя неприятная история, связанная с емельяновскими бомбилами. Лица они попросили закрыть, боятся. Максим работает таксистом около шести лет. Говорит, каждая поездка в аэропорт – риск. И колеса кололи, и угрожали расправой. Две недели назад стал свидетелем очередной разборки. И прям там в средь бела дня, в 12 часов, вышли 5-6 человек. Прокололи им левые колеса по две штуки с одной стороны, с которой они стояли. Один из водителей попытался выйти из машины, его ударили по лицу. Но после этого они сели в машину и уехали. Они думают, что это их территория, это их доильная корова. Они думают, что они тут главные. По словам таксистов, заявления в полицию не помогают. Даже обращались к краевым властям. Бесполезно. Опасаются все таксисты. Все. Поэтому стараемся приехать, быстренько выгрузить клиента и уехать. А если встречать, встречать никто. Добровольно не хочет ездить. Мы решили провести эксперимент и проверить, что на самом деле творится в аэропорту. Двое сотрудников 7-го канала под видом частных извозчиков утром приехали в Емельянова. Как раз ко времени прилетов, рейсов из Москвы. Едва корреспондент стал предлагать свои услуги, как к нему подошли местные таксисты. А ты кто такой вообще? В смысле кто такой? В смысле кто такой? Кому? Кому не приближенный. Почему вопросы какие? Почему не надо? А кто мне запретит? Ситуация повторилась и со вторым нашим сотрудником. А что хочешь начинать? Работать. А что работать? Где? Здесь. Пришел сюда. Зову клиента. Здесь нельзя так делать. Почему? Ну, во-первых, у вас договоры с аэропортом. А у вас что, договоры с аэропортом есть? Конечно. Человек, который представился Сергеем, рассказал, что по договору с аэропортом все таксисты должны ездить исключительно на Тойотах Камри. Новичков фирму берут с осторожностью после собеседования и тщательной проверки документов. Рассказал, обязательное условие – отсутствие судимости. Но при этом при виде камеры извозчики становятся менее разговорчивыми и даже отказываются признавать себя таксистами. Сколько такси до города стоит? Молодой человек. Встречаем. Ой, а что за бейджик? Потеряли где-то? Оторвали? Оторвался, ну. Вот этот человек тоже отрицает, что он таксист. Может, скажите, что за бейджики? Какой бейджики? Вы, девушки, я встречаю, вы что? Ну, вы же обманываете. Как я вас обманываю? Ну, я же вас много раз видела в таксисте. Много раз? Да. Не знаю, вы что-то перепели. Ну, ладно. Хотя немногим ранее он совсем в другом тоне общался с нашим корреспондентом. А ты кто такой? А ты кто такой? Следит за всеми въезжающими на территорию аэропорта автомобилями. Они сразу рассказали, на какой машине сотрудник 7-го канала и что приехал с водителем. На вопрос корреспондента, который удивился методом работы, не служил ли представившийся Сергеем человек в полиции, он ответил утвердительно. Совпадение или нет, но в итоге именно к нашему корреспонденту подошли стражи порядка проверить документы. А они законно здесь работают? Ну, конечно. Не договор с аэропортом. Серьезно? Договоры с аэропортом? Насколько я знаю, да, они стояли раньше там, потом их выгнали. Вот они сейчас здесь стоят машину. В официальном комментарии емельяновские полицейские информацию подтверждают. У таксистов есть договор с аэропортом. В настоящее время перевозку пассажиров осуществляет две фирмы такси. И это акционерное общество «Трансоюз», акционерное общество «Абсолют». Кстати, о фирме «Трансоюз». Ее владелец вот этот человек. Он держится несколько отстраненно, наблюдая за всем со стороны. Периодически общается с кем-то из таксистов. Его зовут Эдуард Конц. На сайте Верховного суда указано, что человек по имени Эдуард Конц в 1993 году получил 4 года за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В 2000-м осужден на 14 лет по нескольким статьям. В том числе разбой и умышленное уничтожение или повреждение имущества. И все бы ничего, но... Сегодня у аэропорта нет ни одного договора ни с одной из фирм такси, либо с частным перевозчиком. В администрации города и края от комментариев отказались. Говорят, не в их компетенции. Но аэропорт, как известно, лицо города. Причем именно Красноярска, а не Емельяновского района или Емельяновской полиции. Впереди зимняя универсиада. И с таким отношением к проблемам недолго этим самым лицом ударить в грязь перед всем миром. Алина Сануева, Валерий Чащин, Павел Иваницкий, Илья Сенкевич и Евгений Иванов. Седьмой канал.